Вы совершенно такой человек кино, вы мыслите как кинематографист, вы, я как понимаю, как и все актеры, часто играете, в том числе и себя. Вот здесь мне хотелось бы поговорить о границах компетенции, потому что вы принадлежите к тем людям искусства, которые занимаются то, что называется, ну давайте вещи своими, не общественной деятельностью, а политикой. Вот вы, Андрей Макаревич, Иосиф Кобзон, вы пишете письма президенту, вы ведете передачи телевизионные. Вы понимаете, что когда зритель смотрит Бесогона, с ним говорит не только Никита Михалков, а говорят буквально все сыгранные им роли, все снятые им фильмы, что ваше слово имеет вот этот вес, наработанный совершенно в другой отрасли, не в политической, и поэтому совершенно другой получается какой-то вот здесь акцент. Или вы просто высказываетесь, потому что не можете не высказаться, или все-таки держите в голове о том, что давите на зрителя вот всем своим багажом. Во-первых, 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 для начала я вообще не чувствую вес этого багажа, поэтому я не чувствую возраст. Я, 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 вот я это совершенно искренне говорю. Вот эти все статуэтки, которые стоят за вашей спиной, они просто вам должны напоминать? Ну, они напоминают, но я, 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 как сказать, я к этому отношусь очень легко. Я не помню своих картин. Я смотрю картину свою, думаю, ё-моё, ничего, классно придумали. То есть, там мне говорят, какая картина, я, я это искренне говорю, у меня нету, так сказать, вот этого, вы с кем разговариваете, вы хоть, ну... Вот, ну, это между строк, ну, у вас есть, этого не может не быть, ну, как? Не может не быть, есть, это разные вещи. Где это есть, прошу доказать, прошу. Ну, как это можно доказать? Ну, как, ну, как? Ну, это же читается в интонациях, это читается, это читается, ну, во всем. Ну, в чем? Я же не говорю, что это плохо. Нет, 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 секунду, секунду. Ну, не было бы у меня этого, я думал бы так, что я так не говорил бы. Хорошо. Нет, нет, хорошо, хорошо. Мне надо соглашаться. Отступая на заранее подготовленные позиции. Это, это не является поводом. Я бы говорил абсолютно то, что я, может быть, я так воспитан, может быть, я такой, это, наверное, и то, и другое, и пятое, и десятое. Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому, как спросили, так, учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса, я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, не важно, что важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!